Мы должны радоваться, что сегодня Синод пошел на разрыв отношений с Константинополем. Мы должны радоваться, что это дело будет доведено до конца, и оно станет первым шагом, после которого Россия станет светской страной и перестанет падать на колени перед каждым чертом в золотых одеждах. Императрица, в общем-то, даже неважно какая, а креста на ее пышной нерусской груди нет, и символа христианства в картине нет. Колонны греческие, соболя русские, грудь чужеродная. Вот образец очередной лжи. Еще раз говорю, дом Романовых был создан в 1917 году официально. Вы видите, на его изображении нет ни одной христианской запчасти. Портрет Мечникова тоже без христианства. Портрет Уваровой тоже нет ни одного христианского символа, несмотря на то, что бабушке уже много лет. Религия является инструментом порабощения народа. Это было известно всем мыслителям и во все века. Только сейчас вдруг первые лица государств решили пасть на колени перед какими-то священнослужителями, которые никогда не могут продемонстрировать Бога. Так вот, перед этими мошенниками первые лица государств падают на колени. Я не хочу спорить с теми людьми, которые говорят о втором крещении, но все-таки, на мой взгляд, это не очень точно. Это скорее возврат к своим корням. Александра Федоровна, 1836 год, мы видим, что никаких символов христианства в ее изображении не присутствует. Кокошник показывает наследственность утиной темы, все остальное христианство отношений вообще не имеет никакого. Религия всегда была инструментом порабощения масс. Это было известно во все века. И в России православие появилось только в 1943 году, когда Иосиф Сталин, происходящий из библейского региона, решил нагрузить русский народ библейскими домыслами. Именно Сталин ввел в Россию так называемую православную русскую церковь. На нашей территории никогда не было христианства и никогда не было русской православной церкви. Слово «русское» в этой секте возникло только усилиями Сталина. Вот еще куча портретов, ни на одном нет христианских символов. Даже женщины крестиками носили. Ни в качестве украшения, ни в качестве необходимого символа и атрибута. Даже на папке нет христианского символа. Посмотрите документы предыдущих эпох, десятилетий и столетий, и вы увидите, что всегда, во все года, если и встречался какой-то намек на христианство, то это были разнообразные секты, разные ответвления, разные направления, и никогда никакой церкви единой на Руси не было. Греки, пытаясь завоевать здесь свои владения и пытаясь установить на Руси свой доминант, они создавали здесь вымысел про греческих боков. Сначала это была древняя Греция, которую в 18 веке начали придумывать первые колонисты из Сиона, библейского региона. Потом появилась и сама Библия. Как я уже говорил, и как многие знают, те, которые умеют обращаться с информацией, первая Библия, синодальный перевод, возник только в конце 19 века. Еще куча портретов. Ни на одном нет христианских. Андрей Александрович, обрадите внимание, никаких христианских символов. Есть ли тут принципы и символы христианства? Самое интересное то, что мы находимся в золотом зале, где представлено золото, самые дорогие, всевозможные вещи. Ну это действительно, вот смотрите, папа какая просто. Никаких христианских символов. Ни одного христианского символа. Ни на кубках. Детировку вы видите, ни одного символа. А Георгий Победоносец он есть, он не христианский символ, он совершенно другой. Но христианских символов мы не видим ни на одном предмете. Потому что это солнце. Именно духа православия, о котором я вам говорю, в тысячелетии, оно уже было якобы. Мы не можем увидеть в этой экспозиции. То есть это говорит, что и культ солнца возник в начале 20 века, и культ православия, который мы видим сейчас в расколе церквей, в битве за клиента. Вот, пожалуйста, баталия какая-то на золотом блюде. Столько сил потрачено, ни одного христианского креста. Ювелир этой эпохи даже и не задумываясь. Они просто не знали, что необходимо рисовать, изображать что-то христианское. Вот видите, опять медалька. Нет ни одного символа христианского, ни одного. Даже Гитлер, прежде чем завоевать весь мир, сначала написал «Майн кампф». А здесь получается наоборот. Нам втюхивают, что Библия сначала завоевала весь мир, а потом появились ее переводы и ее издания. Такого не бывает. Сначала доктрина печатается и публикуется, потом она пролазит в головы людей, самых отсталых, самых непонимающих и самых немыслищих. А потом уже эта доктрина пускается в поход за деньгами наверх государства, скупает умы чиновников и с их помощью устанавливается в качестве государственной религии. Поэтому православие и христианство до него не могли миновать этого пути. Они шли той же дорогой шаг в шаг. Сначала по нищим, потом по предателям, потом по преступникам. И этих преступников в 90-е годы мы видели. Чем больше человек становился убийцей, тем более колоссальный храм он строил. За моей спиной стоит храм. Наверное, это новодел. Мне даже неинтересно узнавать. Новый он, старый. Он симпатичный, белый. С партнографическими рисунками, изображениями. Но это все не наше. Это все не русское. Это все чужое. Очень много денег вложено в этот храм. И вкладывают их всегда в такие храмы люди, которые являются большими ворами. Они отмаливают у христианского бога свои грехи, покупая их за деньги. Что интересно, приходят они в храм, платят батюшкам большие деньги, ставят вот такие новоделы. А потом идут в министерство и обирают пенсионеров новыми законами. Ведь кто такие храмы строит? Только воры уровня министра, которые могут себе позволить расстаться с большой колоссальной суммой, зная, что они потом ее возместят на следующих свороненных объектах. Сегодня чиновники, депутаты, министры и тому подобное, они швыряются своими представительствами, что мы, мол, верующие. Верующие во что? В греческую религию? А какое ты тогда отношение к российскому государству имеешь? Какие тысячи лет здесь было христианство? С чего вы вообще взяли? Помимо своих значков, которые куплены вместе с голосами избирателей, вы даже не можете выучить историю родной страны. Какой князь Владимир? Зачем он теперь поставлен в Москве? Князь Владимир преступник, который отдал родину, Русь, на поругание каким-то иностранцам за какие-то посулы, отпуска грехов каким-то чужеродным богам? Он, который предал своих родных богов и пустил Русь по тысячелетнему, как сегодня говорят, кругу изнасилования, вот этот Владимир получил свой памятник в Москве. Такими путями мы будем приближать к Богу преступников и предателей. И этим сегодня занимается российская власть. Я не хочу спорить с теми людьми, которые говорят о втором крещении, но все-таки, на мой взгляд, это не очень точно. Вот начинается христианство. Мы видим скульптуру Моисея, 18 век. Он совершенно без одежды, без ботинок. Это люди, которые находятся еще в каменном веке, не умеют даже использовать шапки, не умеют делать ни поясов, ни карманов, ни штанов. Ходят в женском платье досидин. И вот посох интересный, якобы приписывается ему. Конечно, при таком отсутствии культуры сделать такой посох было практически невозможно. Архиерейский посох.